В эти дни проходит самый высокогорный молодежный форум «Махар-2024». Участники – представители активной и талантливой молодежи из 21 региона России. На целую неделю молодым людям организована интересная программа по четырем направлениям – образовательная, творческая, спортивная и горно-пешеходная. Кроме того, в рамках «Махара» в третий раз прошел грантовый конкурс «Росмолодежи», где победителями стали шесть ребят из нашей республики. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Самый высокогорный молодежный форум «Махар-2024» стал уникальной площадкой для креативной и талантливой молодежи из 21 региона России. Для молодых людей организована насыщенная образовательная программа с походами и с турами, где молодежь не только может насладиться красивой природой, но и защитить свои проекты для получения грантовой поддержки. В этом году география молодежного форума увеличилась в два раза. В течение нескольких дней для участников была организована насыщенная программа по таким направлениям, как образовательная, творческая, спортивная и горно-пешеходная. Также ребята ознакомились с интересными спикерами, которые делились своими знаниями с участниками форума «Махар-2024». Мы надеемся, что ребята заберут с этого яркого мероприятия только положительные впечатления, отмечают организаторы. Шесть человек с нашей республики стали грантообладателями. Уже третий год грантовая площадка Федерального агентства по делам молодежи работает в рамках нашего форума. Ну и традиционная у нас образовательная программа, которая состоит из трех основных блоков. Это креативная индустрия, студенческий молодежный туризм и социальное проектирование. И, конечно же, наш форум не мог обойтись без наших походов на Нарзаны, на водопады. В молодежный форум посетил и министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агербов. Он осмотрел различные арт-объекты и по традиции попробовал айрон из айронбара. Помимо этого, Зураб Замирович рассказал о важности развития креативных индустрий и о работе специализированной школы, открытой в республике под его руководством. Министр отметил, что сегодня государство уделяет особое внимание развитию этого направления. Я очень рад, что у нас в республике развивается наша форумная площадка МАХАР и развитие ее логичное и целенаправленное. То, что поставлено целью развивать креативные индустрии, одна из тем форума, для нас, для Министерства культуры, в целом для государства очень важно, потому что креативные индустрии призваны занимать все больше и больше места вообще в экономике страны. Нам нужно, чтобы мы от сырьевой экономики перешли к экономике высокой добавленной стоимости. Важно отметить, что в рамках молодежного форума МАХАР в третий раз проходит грантовый конкурс Росмолодежи, где победителями стали участники из Карачаева Черкесии. Сами обладатели грантов подчеркнули, что им удалось повысить свои навыки в социальном проектировании, креативной индустрии и туризма. Мой проект называется «Фестиваль этноспорта». Фестиваль этноспорта мы уже проводили в 2023 году, также при поддержке Росмолодежи. На заводочном конкурсе я выиграл и открыли базу, открыли центр развития этноспорта. В нашей республике. На что обратили внимание эксперты, то, что сам проект был просчитан, написан очень правильно, досконально. Плюс у нас очень много материала осталось от предыдущего проекта. И на базе этого мы хотим увеличить географию нашего проекта. Впервые приняли участие в молодежном форуме студенты из Удмуртии, Башкирии, Белгородской области и даже Слуганской народной республики. Это уникальная площадка, которая объединяет молодежь нашей страны, подчеркнули молодые люди с этих регионов. Впечатления просто неповторимые после вчерашнего похода, когда мы пошли в прекрасные горы, я только въезжала, у нас этого нет. А здесь природа, этот вязкий ароматный воздух и, конечно, атмосфера. Жизнь в палатке, то, что для нас, для людей, как сказать, из континента, из цивилизации, здесь просто здорово и отсутствие интернета. Это просто поразило, и такой, выходим на новый уровень какой-то. Форум Махар – это в первую очередь заряд для новых свершений и идеи. Но самое главное, каждый из нас унесет отсюда новые впечатления и обретем новых друзей, уверяют участники. Али Халипшок, Афринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Махар.